Мухтар Аблязов Мухтар Аблязов Мухтар Аблязов этого мира я был их противник и поэтому по всей логике событий я человек который работал на государственной службе но это и насколько я понимаю на соответствующие регулируется законодательством я должен был попасть в красную зону где бывший работник государственной службы содержится а меня специально перебросил туда и было специально да я так думаю что предполагала что представители скажем этого мира расправиться со мной как скажем я человек был представитель красной зоны красными вот но так получилось что первый день когда я попал в черную зону я сразу же объявил голодовку я для себя решил что я путь избрал я ни с чем с тем что у меня это жизнь сопровождает не должен соглашаться я должен также продолжать бороться как на свободе должен также себя вести но уже тюрьме поэтому вот в рамках того что я понимал я сразу объявил голодовку и выяснилось потом что это каким-то образом повлияло на моё отношение ко мне со стороны так называемого расколу мира потому что я боролся вроде против режима я должен был с ними сотрудничать потому что человек красным так называемого всегда сотрудничает с режимом с администрации а тут я выразил свой протез для них это было очень странно и поэтому они поняли что я не красный оказывается я против собственно это привело к тому что начал это был 3 августа 2002 года наша политическая верхушка была в отпуске судя по всему команда как встречать четко не не было сформировано и поэтому руководство зона она была в растерянность она не знала что делать они понимали что пристальное внимание общество там депутаты журналисты и слышали все везет накал но это происходило не там у них в астане все-таки они считали что они провинции вот и поэтому последовательно появился начальник самой зоны хозяин как они называют потом областное начальство и всем не убеждали что мне обязательно доесть что я не имею права там это делать и почему вообще почему это делаю а что вы требовали знаете ну что может человек требовать я говорил создайте мне нормальные условия как у вас написано в законе ну потому что я пришел мне поселили в камеру где было все разрушено не было ни туалетов рядом ничего там какая-то кривая кровать окна разбитые влажное все что там лежало на кровати там на ней все было влажное мокрое обычная казахстанская тюрьма до обычная да и я для себя решил что я ничего это не должен принимать если я сейчас приму я буду политически и духовно и морально сломлен если завтра я даже выйду на свободу то сломлен человек никому не нужен в первую очередь самому себе никому не нужен вот поэтому исходя из этого я собственно и объявил голодов решил что если я погибну то лучше я так погибну но это не приму вот ну собственно так получилось что это вызвало симпатии со стороны этого воровского мира и когда меня скажем завели в санчасть собралась там вся их верхушка такая первая встреча была знакомительная а сколько их было ну я сейчас точно цифру не могу сказать но еще около десяти человек тогда зашло и там был их там самый главный там все собрались начали выяснять типа брат и как ты у нас здесь появился разговор по понятию да да но я очень быстро вжился в эту черную зону и и красный тоже но как-то со стороны одного заключенного был задан мне вопрос суши ты же вроде был министр а как ты так вот сложишь с нами тут стираешь там все там все так делаешь ты ничем не отличаешь чем мы на что я говорю слушай я всегда жил таких условиях я жил все летом не было особо условий мы работали на хлопки круглые сутки половину учебного года мы проводили на сельхозработах и вообще тяжел и так далее вот это все так называемое или в основном когда мы приехали жили там гостинице там как-то несколько человек поэтому все эти атрибуты так называемые они безусловно присутствовали присутствует но я их воспринимаю вот они есть сегодня завтра их нет к этому спокойно отношусь и все что ты делаешь я сам умею делать поэтому для них это конечно было странно им казалось что министр это человек который вот за него все все делать вот поэтому в общем то я быстро интегрировался вот черную зону стал своим вот но и где-то до вчера после позже меня власть обвиняла том что я не только свой но я еще лидер этого воровского мира что я преступник вчера был на воле а сегодня преступник среди преступника потому что они меня приняли они не ожидали что скажем этот мир меня примет и я буду скажем влиять на решение даже воровского мира но они как влиять там эти очень простые вещи это условия жизни это питание это если кого-то картер незаконно поместили если там на те работу направляет и в этом смысле было влияние это никакой другой влияние на простое связанное с нахождением заключенных тюрьме почему вас перевели в другую зону дело в том что в первой зоне у меня были телефоны не удалось вот в летний период я понимал что осенью будет обострение поэтому я протащил телефоны там тура и сотовые такие разные могут было спрятал в разных местах и и фактически оттуда влиял на принять решение со стороны лидеров оппозиции со мной шли постоянной консультации конечно эти разговоры они власть собственно сама вылавливала шли обыски постоянно там заходили там батальон или рота солдат штыками обыски делали землю рыли но в общем все было надежно спрятано и власть беспокоилась что я нахожусь тюрьме и продолжаю руководить оппозиции это первое второе то есть я представлял даже там для них опасность второе что сами заключенные которые они ожидали что мне будет преследовать неожиданно стали моими сторонниками более того там очень интересные вещи происходили там агитационная кампания была против меня власть там издала книжку что мухтар аблязов финансовый там мошенник там то есть это не в тюрьме распространяли они распространяли эти книжки в тюрьме да в зоне везде листовки что я такой нехороший это передача на нтв имеет такого сказать да конечно это все происходило на площадке этой зоны но они не учитывали психологии людей там меня обменяли в краже 500 миллион тенге это нормально приблизительно около трех миллион долларов и ко мне приходили заключенные которые уже ну понимаете по профессии воры и говорили братан слушай я тут украл то не знаю там 500 долларов да и мне дали 8 лет а ты как раз миллионы украл ты крутой поэтому вот эта агитационная кампания которые проводила власть уже на территории тюрьмы она очень классе как сюррелизм опять же на территории зоны она была очень смешно вот то есть они пытались настроить против меня а люди говорят о так ты нас больше нас украл так ты вообще герой то есть то что на воле плохо там считалось хорошо поэтому в их понимании опять стал то есть они пиаровцы не просчитали они до ценности многих людей не прочитали поэтому скажем не достигли цели чтобы меня убили в зоне и поэтому я так понимаю было принято решение меня выкрасть с этой тюрьмы и перебросить зону для особо опасных преступников почему выкрасить перевести или а потому что для того чтобы человека перевести все равно нужны какие-то юридические скажем объяснение да то есть меня сначала разместили в штрафной изолятор где я тоже объявил голодовку сразу когда вам объявили переводе да я не объявили меня просто взяли просто перебросили штрафной изолятор но при этом значит заводили ко мне некоторых заключенных зэков которые угрожали мне и говорили что мне нужно покинуть эту зону уехать другое место что из-за меня у них проблемы что внутри зоны какие-то проблем существует давление оказывается что я должен отсюда уехать другой законных оснований не было а вот пытались всякими такими способами перевести чтобы добровольно ушли да да вот но я понятно отказывался и угрозы не действовали затем на девятые сутки голодовки увидишь что я ослаб вроде как бы да я требовал меня перевести в зону обратно а тут они разыграли провокацию меня вывели со штрафного изолятора и около десяти охранников меня вот так вот обложила крови начал охранять и у всех лица были очень озабоченные напряженные я шел и пошучивал говорю что за честь такое событие столько людей охраняет меня вот а что это у меня так охранять впереди я увидел человек 50 заключенных потом около санчасти какие-то странные перемещения вот некоторых авторитетов которые со мной были напряженных отношений которые считали что я влияю вот на массу не так как они хотели бы товаровские авторитеты то есть там у меня к сожалению были конфликты да вообще надо знать что санчасть считается священное место и там не должно быть конфликтов никаких драк все прочее это правило вот этого воровского мира и а я шел в сторону санчасти и тут значит не доходя до территории санчасти значит я вижу какие-то перемещения и вижу что-то готовится в это время эта колонна резко раздвигается забежая забегает этот момент один из авторитетов холмит вызвали наносит неудачу удара в лицо уходит колонна закрывается человек 50 начинает надвигаться на охраняющих контролеров и топать ногами качать изображает что они сейчас нападают меня здесь поднимает вверх значит напоминает такой театральный за постановка и вроде бегут эти заключенные кричат что они на меня нападут сейчас убьют меня обратно забрасывают в изолятор и потом пишут бумагу что его жизни угрожает опасность и соответствовать статью закона там какой-то его нужно перебросить другую зону вот ну и ночью там несколько человек заходит спецэтап такие здоровые по два метра мужики не дают одеваться сами одевают меня там вообще руки все время держат вот и когда я вышел ты была зима это было 27 декабря 2002 года на улице лежали автоматчики маскалатых белых и я слышал как там с той стороны где находилась сама зона огромное количество людей штурмуют ломают стену то есть они пытались меня вызволить и перетащить обратно в зону то есть там скажем заключенные понимали что меня увозят зоны вот собственно таким образом меня вывезли вот и насколько я знаю после моего отъезда ввели войска и фактически эту зону ломали как говорят на том наречии превратили его из черной красную то есть она попала под контроль администрации получается вас арестовали 27 марта потом значит был суд вы прибыли в красную в черную зону вы прибыли когда меня 3 августа 3 августа привык черную зону потом вас перевели зимой в и 3 января 3 тысяч 3 года я попал державинку державинка это была красная зона это красная зона это считалось место где практически убивает заключенных вы не можете чуть более подробно рассказать как вы были державинки но меня везли в поезде и надо сказать что тоже было очень интересно интересно каком смысле что меня охраняло где-то человек 12 как мне люди говорили которым не охраняет что там два полковника из мвд говорит что я супер опасный преступник что со мной вообще нельзя разговаривать что если какое-то время поговорить он сразу как бы гипнотизирует да и свою веру и его в общем я меня везли в отдельном закрутке такая специально оборудованная камера в соседние сидели другие заключенные где-то по четыре где по восемь человек и в общем-то один из сопровождающих офицеров сказал слушай тут ты говорят гипнотизируешь людей никогда не знал что точнее не видел гипнотизеров вот мне могу я с тобой поговорить но я посмеялся говорю что то что сейчас я за тебя загипнотизирует что будешь делать но он тем не менее ему было интересно и вот он сел со мной разговаривал пока мы ехали от астаны до державинки мы с ним разговаривали и он мне рассказывал как они здесь заключенных везут какие события происходят как вот при переезде убивает людей что обычно открывает все камеры значит в этом купе уходит сопровождающий и там происходит таким образом там драки риска вы там да и но в дороге били они что называется что тебя мы будем охранять вот но и получилось так что я просто рассказал что было и конечно я говорил какие-то простые вещи которые понятно каждому человеку рассказывал о преступлениях режимах и через какое-то время он по сути дела стал сочувствующим я над ним еще посмеял сказал ну вот видишь и гипнотизируем да и мне потом уже сами заключенные рассказывали он окажется заходил в каждую камеру говорил я знаю что за зона это держаенко я знаю там как себя многие ведут я вас предупреждаю что когда вы будете обратно ехать если если я узнаю что вы каким-то образом к нему к нему применяли какие-то меры физического воздействия или как там на него оказывают давление я вас здесь всех поубиваю вот приблизительно такой разговор это мне рассказали заключенные потом уже зоне когда я был я не ожидал что вот он такой решительный окажется держаенко значит процедура следующие вас перегружает автозак потом привозит зону и по дороге значит мы все понимали куда мы едем и заключенные были сильно взволнованы и когда один из заключенных спросил сопровождающих наш там охранник ну мы когда приедем и куда мы едем и он такие фразу такую фразу произнес добро пожаловать в ад и гомерически смеялся сейчас увидите куда вы приехали вот но и правило там следующие когда человек выходит из автозака то значит обычно стоит колонна самих заключенных двух сторон когда заключенные выходят из машины должен побегать мимо этой колонной его начинает бить цепями там арматурой там все прочее и что называется кто успел проскочил кто не успел там его добивает там каком состоянии потом попадает санчасть его там приводит порядок полускалеченного потом он выходит собственно саму зону но когда я попал туда этого не было значит единственно что везде горели прожектора собаки вот все вооруженные автоматчики ну то есть стандартный концлагерь если вот сейчас посмотришь фильмы сталинского режима они именно такие потом нас повели так называемый баню где на обливали так называемый дустом нагло брили и далее тоненькая летние найти такой черные строительные роба тоненькая обычная на улице был градус 35 градусов мороза на смоклыми выставили в колонну вот и я обычно страдаю как будто именно простудными заболеваниями ну да и спасибо не смотря на простуды заболевания и на что вот я там ни разу не заболел тоннала сабритый легкая хбф кирзева сапога 35 градусов мороза никакой там одежды другой нет как ни странно я вот там не заболел а затем попадает заключенных карантин и здесь начинает применять те способа здесь которые судя по всему были разработаны еще давно сальмский период а именно говорят заключенным что он подписал соглашение о сотрудничестве это бумажка вроде вот но там здесь с тем что в основном эти люди попадают из черных зон это в том мире считается что это не правило у нас такая странная ситуация в на какие ситуации когда везде все время нужно что-то подписывать на бумажку я договор с дьяволом да я все время посмеивался над законом и вот которые из черных зон горло но это же бумажка ну подпиши и скажи держи в кармане фиг в конце концов вот но и те кто не подписывают то обычно сразу там физически сбивает ломает руки ноги там человек теряет помысл какое-то разумное состояние вот это первый скажем день зоны скажем избиение происходили то есть все вокруг меня создавали то есть что запугивали так уж бог не я ничего не помню чтобы я подписывал просто вокруг меня всех били топтали ломали и я вот процесс включался отбивал их то есть я так понимал четко понимал что это сценарий специально тоже на меня запугать и когда к воздействию затем больше морального и пока сначала да затем собиралась колонна и значит меня вывели на пока сказали вот видите он такой негодяй он значит управлял зонами вообще беспредельщик и вот из-за него будет будучи от всех страдать всех положили на пол сжимались били палками в общем я все это наблюдал все происходило на моих глазах это фактически настраивали заключение против меня чтобы они заключенных чтобы они меня ненавидели что всех страданий за меня вот но и я конечно там и там тоже не успокаивался хотя в тот момент я для себя принял решение что я буду договариваться я буду уходить из тюрьмы я просто понял что скажем процесс затянулся никак мы не могли я в частности не мог дождаться чтобы скажем какие-то процесс настроения набрали такую силу чтобы это привело к нашей свободе вот скажем это наверное было скажем недоценка полной мере событий то что вы если вы сидите то это бесполезно когда я уже понимал что наверное выходить находить какие-то компромиссы такие шаги которые позволили вы мне выйти на свободу и уже скажем другой ситуации по-другому бороться с этим режим но и потом уже по ходу выяснил что одного человека который активно избивали это был мой киллер впоследствии он мне признался и он мне рассказал что комитетчиком был разработан такой сценарий зная мой психологический портрет а именно то что обостренное чувство справедливости вот что я на все это все реагирую этого человека все время избивали я все время скажем за него за него вступался вот и ну ты когда человек человеком так себя ведешь какой-то момент и проникаешь к нему сочувствие он становится тебе близок и таким образом мне подсадили агента но который должен был как выяснилось последствий по приказу меня ликвидировать а связи с тем что я в тот момент объявил что я готов идти на переговоры что вызвало там шок скажем у руководителей справедливой системы потому что вчера они имели со мной проблемы там массовые беспорядки первой зоне все время там какие-то акции протеста шли там я был очень беспокойный заключенный вот а тут неожиданно человек объявил хорошо давать договариваться и эта зона была построена следующим образом обычно давали кусок хлеба и кипяток на еду больше практически ничего во всяком случае тот период до того как это раз в день нет это было три раза в день но именно вот такой кусочек хлеба и кипяток там никакой там заварки ничего не было вот но с моим приходом там все начало меняться потому что они понимали что информация расходится и но ясно что все это если до этого по стандартам должно было быть значит ее и не было потому что воровала администрация первой зоне тоже мне начали зоны шевчук жаловался начали зоны жаловался мне говорил слушай я сюда пришел начальником стал у меня каждый месяц нужно по 2000 долларов отдавать вверх а теперь как я отдам ты поставил контроль сахара я тут не могу утащить еду не могу тащить может я поставил весы поставил контролеров как поставить ну там ну как потребовали там как на кухне ставить весы поэтому сахар приходит мы взвешиваем там столько-то килограмм нет хлеб норма такая то нету но мы снимали молчали да мы там их администрация сажали он мне сказал слушай я теперь из своих денег отдаю я же пришел сюда зарабатывать а тут получается ты мне все перекрыл никакого бизнеса до бизнеса нет ничего нет я говорю ну что я могу сделать начни туда попал вот и ясно что когда я попал повторю красную зону все продукты которые отсутствовали просто воровались администрации продавались куда-то ничего не было вот но и обычно правила были такие что 4 утра заключенный прекращая работу 6 утра до 2 часа давали спать и 6 утра там снова вставали эти были не люди это были роботы как со мнабу ходили спали два часа в сутки каждый не избиение яму роет человек попал яму через 15 минут поднялся и били сами же заключенные активисты с красными повязками он поднимается его бьют палкой били-били потом спускается вниз он опять копает поднимаясь вверх его опять бьют и два часа в сутки то есть полностью да то есть фактически это концлагерь там насос где постоянные пытки один взгляд в сторону забора это это называется попытка бегству подготовка бегству тебе здесь нашивку вешают это значит на языке этой системы говорит склонный побегу склонный побегу это что значит каждые два часа ты должен ходить отмечаться дежурный помощник начальной колонии как называли дпнк и говорит я такой-то не убежал здесь вот но днем это ладно а человек ночью ложится спать например это уже два часа в сутки если спит ладно когда потом уже нормальный режим вели каждые два часа приходит его поднимают он идет просписывается потом можешь спать его опять понимает это каждые два часа вот это это вот так получается вашим приходом они потом весь моим приходом нормальный режим сна получать не сразу вот я буквально первые дни на моих глазах два человека погибли один повесился на майке в туалете от безысходности от этих пыток просто на майке повесился вот и начальник зоны мне ахметов он так объяснял понимаешь мы тебя вот разбили какие-то личные встречи это но и для него был интересен там спец заключенные все время звонят из астаны там все время внимание и он начать со мной проводил беседу и говорю слушай твоя жизнь для нас вообще ничего не стоит нам вот матрас сложно списать потому что матрас что списать это комиссии так это все покажет матрас там где он порвался так далее такая проблема человека списать это вообще не вопрос мы скажем попытка бегству или тебя возьмут зэки там вверх бросить несколько раз на плосу ты инвалидом стал или там пытался якобы убежать на тебя там подвесили там застрелили и сказали при попытке бегству через стенку это была образцово показательная зона была специально сделана как со мной один сидел человек общий стаж у него был 23 года он сидел практически во всех самых страшных тюрьмах советского союза и я у него спросил слушай а это тюрьма какая на твой взгляд он говорит те были лютые а это спецлютые я такого никогда не видел вот но и связи с тем что как-то мне опять же даже в тех условиях удавалось как-то с людьми работать и было серии выступлений протесты самопорезы людей потом депутаты наезжали условия начали быстро меняться там воды у нас не было вода появилась там люди если утром не побреется дают один станок на 50 человек там спит не спит никого не волнует если ты не побрит и там тебя отводят бьют воды нету это твои проблемы мало что воды нет воды нет никакой вот это твои проблемы бьют не так посмотрел значит укладывать человек и говорят ползи он ползет и в это время его дубинки бьют по голове по шее он окровальный ползает или дальше развлекались там небольшая комната все забежали туда там 120 человек максимум может зайти там я не знаю если плотно забиться там за 50 человек залезает туда 120 все друг на другого так штабелями ложатся кто не успел его вытаскивает бьют ломают руки ноги так далее вот это все это время было такое потом скажем меня как они избивали тоже сдали ситуацию меня там группа активистов окружила значит сначала избивали заключенных ставили на колени их били ломали руки ноги и они и говорили вот это все за мухтарка булочи все хором говорили мухтарка булочи спаси нас умоляли там вот затем у меня очки не снимать все нежно аккуратно вот но человека там как бы распяли бьют ногами и так еще чем то так чтобы не было следу нас явных следов не было но поэтому черно так тело потом просто чернеет полностью потом берут за ноги подбрасывать воздух ты падаешь и кидает кидает фактически ты теряешь способность двигаться у меня был достаточно период в зоне когда я не был состоянии даже ходить просто даже с кровати встать был невозможно я двигался ползком параллельно шел процесс переговоров приезжали сотрудники комитет национальной безопасности специально оборудовали помещение желаешь приезжали там все высокопоставленные лица включая представителя комитета национальной безопасности 8 мая двух тысяч третьего года когда уже договоренности состоялись приезжал представить комитет на артай дубаев и значит это была последняя встреча перед выходом на волю а вы с каким настроением вот решили что вы так что вы будете делать как вы для себя это знаете как на самом деле у меня было в жизни 2 вот в этом тот период жизни ключевых решений 1 сесть в тюрьму 2 выйти и оба раз нужно было принять решение я могу сказать что когда я принимал решение что я добровольно сажусь тюрьму она мне давала сложно но это скажем я это решение принял относительно безболезненно но решение выйти из тюрьмы путем переговоров для меня это было более сложное я испытывал я скажу такие страдания огромные страдания я понимал что если это не сделаю я все равно здесь погибну и моя жизнь не считал будет вот в этой в этой услуге будет бессмысленно и моя смерть будет бессмысленно поэтому когда я принимал решение выйти из тюрьмы она для меня было более сложным принять счастье принять решение более мучительным более трудным то есть казалось бы да ты принимаешь решение быстро выходишь из тюрьмы а для меня это я понимал что это издержки будет обвинение что я предал политическую позицию что я оказался непоследовательным что собственно дальше и было да но я считаю что я принял правильное решение время показала подтвердил это поэтому как ни странно выйти из тюрьмы сложнее чем сесть я считаю что тот момент я принял для себя ключевое решение я считаю что я вырос в этой стране я гражданин казахстана я считаю что существующий режим несправедливый он мучает людей он не дает будущего нации они дают будущее стране я для себя понял что я должен выйти изменить этот режим и ты когда это решение принимаешь и ты понимаешь какие шаги должен преодолеть ради этой цели и готов на любые страдания какое-то не было морального или физического воздействия любой и поэтому второй зоне я уже был полон решимости выйти из зоны для того чтобы бороться с режим и все что я не делал далее да я делал бизнес я зарабатывал деньги я поддерживал скрытный тайна позиции теперь это могу сказать но я делал док для того что и буду дел для того чтобы изменить режим и чтобы страна изменилась и у страны было будущее я буду за это бороться всегда спасибо ухтар ковыч